У двух маньяков Асада и Путина, похоже, от безнаказанности совсем улетела кукушка. После того, как они рассказывали, что Алепа само развалилась, пришла очередь рассказов о самоприлетевшем химическом оружии. Наиболее тревожным было то, насколько возросла чистота его применения, атаки произошли буквально через день. Зная повадки маньяка Путина, можно с уверенностью предположить, что проба пера его убедила в безнаказанности и широкого применения химического оружия стало бы нормой. Ведь предупреждали, что безнаказанность может дать ему основания полагать, что и с ядерным оружием можно так же поступать. Короче говоря, нужен был срочный и жесткий ответ, и он последовал той же ночью. Отметим несколько деталей этого ответа. Штаты не стали дожидаться слушания подробностей химической атаки и созерцания очередного клоунского шоу в исполнении российской делегации. Два американских эсминца USS Porta и USS Russ, накануне прибывшие в район Восточного Средиземноморья, успешно отстреляли по четверти своих пакетов крылатых ракет «Тамагабк» в аэропорту Шайрат в провинции Хомс. Причем не просто по аэродрому, а по конкретным целям, которыми были самолеты в бункерах, топливное хранилище, склады боеприпасов и система ПВО, прикрывающая аэродром. Как отмечается в заявлении Пентагона, именно с этого аэродрома были совершены налеты с использованием химического оружия и там находилось его хранилище. То есть была обозначена четкая причинно-следственная связь между применением химического оружия и наказанием за это, непосредственно быстрым и точным наказанием. Важно заметить, что ракеты «Тамагабк» считаются устаревшими и сейчас идет процесс их заменения на новые совершенные изделия. По некоторым сообщениям американской прессы известно, что пуск был произведен 60-ю ракетами. Из них 59 достигли цели. Лишь одна либо не вышла из стартовой шахты, либо не долетела. Для старых ракет это неплохой показатель. Это при том, что почти все российские новейшие калибры, выпущенные на днюшку Путина по Сирии из Каспийского моря упали на территории Ирана. Мы специально обращаем внимание на то, что Штаты отстрелялись именно старичками после громких и грозных заявлений о том, что Россия будет сбивать все воздушные цели, которые будут обнаружены в воздушном пространстве Сирии и которые не согласованы с российским командованием. 59 томогавков, прилетевшие в цель, это, извините, серьезный прецедент. Это значит, что хваленая российская система ПВО, в частности С-400, просто груда металлолома, о чем уже не раз писали профильные источники. Особенно это было заметно после последних налетов израильских самолетов, которые точно также полностью игнорировали эту фейковую систему ПВО. Между прочим, эта же дрянь охраняет небо столицы РФ. Почти шесть десятков крылатых ракет помахали триумфу крылышками и полностью разнесли военную базу. Кстати, может возникнуть вопрос о том, зачем такое огромное количество ракет было использовано по одному аэродрому? Есть мнение, что именно потому, что предполагалось плотное противодействие российской системы ПВО и потери части ракет. Наверняка цели были распределены из-за расчета дублирования поражения цели. То есть, на каждую цель по две ракеты. Если одна будет перехвачена, то вторая накроет свою цель. Но это не понадобилось. Аэродром просто перепахали. Русская ПВО при этом осталась в полной заднице. Что называется? Путин доигрался. Его привычные маневры в ООН и в других местах, где эффект рыбьих глаз достал уже всех, ушли на второй план. Израиль уже заявил о том, что будет самостоятельно решать вопрос химического оружия на территории Сирии. Теперь и Штаты двинулись в этом направлении. Думаю, что это лишь начало. Ибо Турция тоже в шоке от этих преступлений Асада. Ну и страны залива тоже имеют что сказать по этому поводу. Сегодня мы наблюдаем начало изменений концепции общения с Россией. Уговоры не действуют, зато действуют иные методы, которые, безусловно, повлияют на всю картину современного мира. Единственное, что хочется заметить, мы ждем еще одного шага. Начало выбивания россиян из Сирии. Как только это произойдет, пойдет цепная реакция, и эту дрянь начнут вышибать отовсюду, куда она успела влезть.